Субтитры создавал DimaTorzok На этот раз тема нашей беседы — гнев и как преодолеть разрушающие последствия гнева. Если внимательно изучить причину многих преступлений, трагедий, неисправимых ошибок в обществе, то мы обнаружим опаснейшую болезнь, которая охватывает душу человека и толкает его на безрассудные действия, побуждают его к глупым, жестоким, бессознательным действиям. Эта болезнь толкает людей к совершению убийства, самоубийства, к разводам, разлуке с близкими людьми, к ссорам между людьми. Умение обуздать свой гнев, владеть собой является похвальным качеством мусульманина и вообще человека. Всевышний Аллах в суре Алия Имран в 134 аяте говорит Те, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают свой гнев и прощают людей. Воистину Аллах любит творящих добро. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорит Не тот силен, кто побеждает силой других, а тот, кто владеет собой в момент гнева. Рассказывается, что пришел к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, человек, и попросил его дать ему наставление. Представьте себе, дорогие мои братья и сестры, кто-то приходит к вам и просит у вас дать ему наставление. Наставь меня, дай мне совет. Какой вы совет дадите человеку? И посмотрите, какой совет дает пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Он говорит, не гневайся. Человек, очевидно, подумал, что этого недостаточно для него. Он хотел что-то другое. Он хотел что-то, может быть, на его взгляд, что-то большое или серьезное, или сложное. Он повторяет свою просьбу, обращается к пророку и говорит, дай мне совет. Пророк ему продолжает и отвечает, не гневайся. Человек спрашивает третий раз, обращаясь к пророку, дай мне еще совет. И пророк в третий раз отвечает ему, не гневайся. Очевидно, пророк повторял трижды не потому, что ему не о чем было говорить, или нечего было предложить пришедшему спрашивающему человеку. Однако из-за того, что сдержать себя от гнева, унять свой гнев является очень важным в жизни человека. У этой опасной болезни гнев, к счастью, существует и лечение. И они прописаны самим пророком Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха. Многие ученые отмечают или предлагают многие варианты или многие пункты для лечения этой болезни. Я приготовил для вас десять пунктов из сунны пророка, мир ему и благословение Аллаха. Первое. Следование завещания пророку Мухаммаду, мир и благословение Аллаха ему, который говорил, не гневайся. Второе. Или второй совет. Знание наличия преимущества Всевышнего Аллаха тем мусульманам, которые умеют подавить свой гнев. Говорит пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, в хадисе, переданном имамом Ибн Маджа. Нет ничего лучше перед Аллахом из того, что можно проглотить, чем глоток гнева, подавляющий его, сделанный ради лика Аллаха, ради довольства Всевышнего Аллаха, Всеблагого и Всевышнего. Третье. Знание того, что гнев от шайтана. Знание этого и защита себя, сохранение себя от того, чтобы следовать шайтану. Говорит пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, поистине гнев от шайтана. Четвертый совет. Желание награды, которую приготовил Всевышний Аллах для тех мусульман, для тех своих рабов, которые умеют подавить свой гнев. Говорит посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Того, кто подавил свой гнев, в то время, когда он был в состоянии дать ему волю, Аллах в судный день вызовет его прежде остальных и позволит ему выбрать для себя из райских гури тех, кого пожелает. Хадис передан имамом Абу-Таудом. Пятый совет. Изменение положения тела, в котором находился человек в то время, когда постиг его гнев. И если он стоял, то пророк, алейхиссалам, советует сесть. Если он сидел, то лечь. Шестой совет. Омовение. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорит. Поистине гнев от шайтана, а шайтан из огня, а огонь тушится водой. Поэтому, если кто из вас разгневается, пусть совершит омовение. Хадис передан имамом Абу-Таудом. Если ты сделал малое омовение, и этого недостаточно, то сделай большое омовение, облей себя холодной водой. Седьмой совет. Молчание во время гнева. Умение сдержать себя и взять под контроль свой гнев, говорит пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Но обучайте людей, радуйте людей и не затрудняйте людям жизнь. А если тебя охватил гнев, имеется в виду в отношениях, во время беседы, во время работы, в отношениях с людьми. Если тебя охватил гнев, то храни молчание. Не говори в гневном своем состоянии какие-то слова. Не совершай какие-то действия в своем гневном состоянии. А храни молчание, говорит пророк Мухаммад. Однако хадис не закончен, и он продолжает и повторяет это еще несколько раз. А если тебя охватил гнев, то храни молчание. А если тебя охватил гнев, то храни молчание, говорит пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Восьмой совет. Прибегание к защите к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями, являющегося причиной всех несчастьй. Говорит Всевышний Аллах в суре «Преграды» в 200 аяте. А если шайтан станет наущать тебя, то прибеги к защите Аллаха, знающего и слышащего. Передают от пророка Мухаммада, мир ему, что однажды он стал свидетелем, как два человека поссорились между собой. И один из них, этих людей, начал краснеть в своем лице. Шейные артерии его стали раздуваться. И тогда пророк, мир ему, посмотрев ему, сказал, «Поистине мне известны слова. Если бы он произнес эти слова, то исчезло бы то, что с ним происходит». Воистину это. «Аузу билляхи мина шайтан р-раджим». «Я прибегаю к защите Аллаха от побиваемого камнями шайтана». Девятый совет. Сознание того, что в момент гнева ты можешь быть несправедливым, совершить преступный грех, совершить непоправимое. Дорогие мои братья, это очень важный пункт моих советов. Обратите внимание на него и изучите этот вопрос. Посмотрите, поищите в том же интернете. Множество случаев, когда люди совершают какие-то ошибки, какие-то неисправимые действия, даже какие-то преступления в состоянии гнева. Они не придали этому значения. Поэтому нужно находить, искать и изучить этот вопрос для того, чтобы воспитать в себе сознание того, что во время гнева человек может принять неадекватные действия, сказать неадекватные слова. Именно поэтому себя нужно заранее готовить и воспитывать для того, чтобы в нужный момент это сработало, это сознание сработало бы, и ты мог себя контролировать, и ты мог бы обуять свой гнев. Говорит пророк, мир ему и благословение Аллаха. «Каждому верующему запретны кровь, честь и имущество другого верующего», передал имам Муслим. Десятый совет. Знание, понимание и сознание того, к чему приводит этот гнев. Иной раз между супругами, которые живут и уже долго и сладко, любят друг друга, но, однако, вспышка гнева из-за какого-то сказанного слова или какого-то незначительного действия может привести к разводу. И как много людей обращаются к имамам, обращаются к ученым с вопросом, «Я в гневе дал развод своей жене, все три развода. Как мне быть? Я сожалею, я жалею, у нас дети. Как мне восстановить свою семью?» Как много людей мы можем увидеть или слышать о людях, которые поссорились из-за сдачи, из-за незначительных каких-то денег, из-за каких-то мирских благ. Как много мы можем услышать и увидеть людей, которые поссорились из-за межи между двумя огородами. Родители или люди могут поссориться друг с другом из-за того, что их дети подрались или поругались, в то время, когда сами эти дети забывают уже через час, и они мило играют, продолжают играть в свои детские игры дальше. Но взрослые поссорились, и они разошлись. Как много различных подобных случаев. И поэтому люди, мусульмане, ответственные, богобоязненные, верующие, носящие в сердце свою веру в Аллаха, в веру Всевышнего Аллаха, должны быть ответственными за свои слова и свои действия. Они должны воспитывать, во-первых, детей своих, чтобы в их жизни, когда возникают какие-то причины, настоящие или искусственные, для гнева, чтобы они умели подавить его у себя, и для того, чтобы они сами, эти взрослые, эти мусульмане, для того, чтобы в своей жизни умели подавлять этот свой гнев. Дорогие мои братья и сестры, то, о чем говорили мы здесь, в нашей беседе, касается неправедного гнева, касается вспышки гнева, которая может привести к разрушительным последствиям в жизни человека. Однако, нужно ради справедливости указать на то, что может быть и гнев праведный. Вы слышали такое выражение, конечно. Что же касается праведного гнева, то это только лишь в одном случае может быть. Это ради Всевышнего Аллаха, ради его довольства, когда нарушаются его законы, когда нарушается справедливость. Праведный гнев против насилия, против гнета и угнетения. Так было с посланником Аллаха Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха. По свидетельству супруги пророка Мухаммада и нашей матери Аиши, да будет доволен ею Аллах, пророк Мухаммад никогда не поднимал свою руку ни на слугу, ни на свою жену, и ни на кого, кроме как во время священной войны. Но если вдруг, не дай Аллах, кто-нибудь поднимал свою руку или свой язык на Всевышнего Аллаха или на его религию, тогда пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он становился на защиту этих святынь, и он сражался уже за эту истину и за справедливость. Дорогие мои братья и сестры, для того, чтобы в вашей жизни избежать вспышек гнева, или если даже она появилась у вас, чтобы уметь ее контролировать, задайте себе вопрос, от чего зависит резкое появление этой вспышки гнева у человека, от чего может появиться она у меня. Если мы изучим этот вопрос, то тогда мы найдем, что гнев, да убережет всех нас Аллах от этого, связан с высокомерией и гордыней. Оказывается, главной причиной этого гнева являются высокомерие и гордыня. Это двое характеристики того же иблиса, того же шайтана, который он проявил в свое время в отношении нашего праотца, в отношении Адама, мир ему. Изучив этот вопрос, мы увидим, что гнев — это есть инструмент шайтана иблиса, и это служит его цели погубить человека. И не присущ этот гнев людям, обладающим иманом, верой глубокой и ответственностью перед Всевышним Аллахом за свои прижизненные слова и свои действия. И этот гнев не присущ человеку со здоровой психикой и просвещенным умом. Воистину, сабр, выдержка является от Всевышнего Аллаха. И мы вспоминаем многие аяты, в которых Всевышний Аллах призывает нас к Коране. «Испиру, васабиру» проявляйте выдержку, проявляйте терпение, делайте сабр, призывает Аллах. Воистину, сабр, выдержка это от имана, от веры, от Всевышнего Аллаха, в то время, когда гнев является от шайтана. Дорогие мои братья и сестры, на этом у меня сегодня все. Всевышний Аллах да не спошлет всем нам умиротворение и спокойствие во всех наших жизненных делах. Всевышний Аллах да сохранит нас и тех, кого мы любим от этой вспышки гнева, появления этой вспышки гнева в его жизни, тем самым уподобление себя шайтану. Всевышний Аллах да будет снисходительным к нам, нашим родителям, родным и близким. Мир и милость, и приветствие Аллаха, пророку Мухаммаду, его семье, его сподвижникам и всем, кто последовал ему до судного дня. И каждая хвала Аллаху, Господу миров. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Саламу алейкум, Саламу алейкум,